Ребята, всем огромное здравствуйте! Лёша, как всегда, с вами, а также оператор от Бога Натали. Всем привет! Отлично! У нас сегодня видос не запланированный, но дело в том, что люди насобирали больше 20 тысяч лайков за полтора дня. Мы этого не ожидали. Идея была такая, что это был видеоролик про Ермолина и историю, что мы теперь делаем завтраки. Объясню вкратце, мы не будем делать и завтрак, обед и ужин, потому что слишком много всего хочется уместить. Ну, например, когда-то мы сделаем отдельно про обеды. Хочется побольше позиций найти, попробовать, чтобы найти что-то хорошее. Правильно я говорю? Нет, мы сделаем недельный выпуск, ты будешь есть каждый день. Нет, каждый день, к сожалению, ребятоньки, я не смогу. Поэтому сегодня мы коснемся исключительно Ермолинской пиццы, скажем, как есть. Также Наташа, скорее всего, взяла пироги. Я, кроме студенческой, никакой не пробовал, поэтому, думаю, для нас это будет все интересно. Ты тоже не пробовал? Да, мне просто очень интересно. Единственное, мы будем паузы небольшие делать. Объясню, с чем связано, потому что у нас одна духовка, ну, прибедняюсь, как обычно. Да, ну и в начале ролика, конечно, хотелось бы пожелать вам приятного аппетита. И если кредит доверия пока еще не был нарушен мною, можно поставить палец вверх, подписаться на канал, либо пробить дизлайк. Ничего страшного. Или оставьте это дело, наконец, как всегда скажу. Погнали! Это у нас пицца, которая называется... А как ты ее по внешнему виду не определяешь? Ну, она похожа на классическую студенческую, если честно. Правильно. Ты же не в микроволновке все это готовила, я так понимаю, да? Нет, в духовке. Выглядит все аккуратно. Сколько это все готовится? 8 минут. Тут колбаска есть немножко, да? Сырочек тонкий слой. Хотя мясо, вот видно, что не буду уже раскапывать. По ощущению вам скажу, как это все будет. Погнали! Ценник, честно, не помню. Вот этих раньше покупал штук 6-7. Сейчас давно не заезжал. Люди писали, что очень много чего в Ермолино испортилось. Поэтому, ребятоньки, поддержите. Мы, возможно, сделаем обед. Но возьмем прям очень спорные позиции. И еще маленький момент. Я читаю комментарии. Многие пишут, что обманывают с весом. В следующий раз будем делать на обед. Мы прям будем взвешивать. Обвешивают или нет? Это прям часто встречается этот комментарий. Ну, там на обед, правда, есть что взять. Ну, вы знаете, классические... Я бы сказал, это не себе пицца. Это как такой открытый пирог с сыром и свечиной. При этом запах абсолютно нормальный. У меня сейчас дома в морозилке лежит где-то 5 таких пицц. Но я их покупал где-то год назад. Помнишь, мы затаривались? Я штук 15 их взял себе, чтобы было. Я давно не заезжал и не пробовал. Может быть, что-то изменилось? На мой взгляд, изменилось. Давайте пойдем сначала. Соус немножко не в балансе. Его мало. И он больше кислый, чем сладкий. Давай так. Мне казалось, раньше это был тоже не суперфонтан. Да, чуть-чуть побольше. В целом это съедобно. Но меня напрягло немножко другое. Ты почувствовала? Сейчас я вам покажу на видео. Это прям очевидно видно. Очевидно видно. Видите вот эти следы? Это масло. И здесь чувствуется при укусе именно вкус вот этого вот масла. Знаешь, когда сыр не очень качественный, и он подпаляется, у него вот это идет вот это... Маргариновый привкус. Маргариновый привкус. Абсолютно правильно. Маргарина. Дебилы, конечно, мы с тобой. Короче, вы знаете, честно. Типа это можно съесть. Если я могу сказать так, что может быть можно дотюнинговать еще какой-то сосиской колбаской. Раньше я об этом говорил. То теперь сам сыр-то не очень. Его надо либо весь снимать, да? Ну ты же чувствуешь. Ну раньше другая она была. Очень жирно. И вот жир неприятный. Конечно же, это сравнивать с Зотманом бессмысленно. Потому что Зотман 299 рублей. Сколько это пицца стоит? Она стоила когда-то 95 рублей или что-то типа того. 99, ну до 100 рублей. Они сейчас увеличили ценник и выписали об этом, что Ермолина все стало дороже. Мы теперь будем уделять этому время. Потому что мы много сделали обзоров. И у нас остались вот эти списки цен. Чтобы понимать, сколько прошло времени и как ценник меняемся. Мы с вами, ребят, давайте все-таки реалисты. Мы понимаем, что цены везде меняются. Ермолина, ну по сути-то, чего? Нам перед Новым годом надо еще 100. Ой, не знаю. Давай мы здесь с лентой хотя бы отстреляемся. Я думаю, она подорожала. О, ну на мой взгляд, качество ухудшилось. Думаю, она сейчас стоит рублей 115-120. 147 она стоит. Вот честно, вот этот момент, вот серьезно. Типа, понимаешь, Зотман 300 рублей стоит 299. Ребята, да, Зотман дороже в два раза. Но там вкуса раз в 500 больше. Там сыр хороший. Как будто только вот с доставкой. Это просто на корже некачественный сыр. Причем мяско вот это, оно неплохое. Честное слово. И не сыться, и не глухой. Это у нас мясная душа. Позволь вопрос, зачем ты ее так нарезала? Надо было. Ну ладно, понятно. Я увлеклась. Увлеклась. Хорошо. Слушайте, ну она такая, она, скажем так, поначинистей. Господи, есть ли такое слово вообще поначинистей? Ну посмотрите, да? Тут тебе и оливка торчит уже. Это уже типа, знаете, студенческая 4-5 курс, когда ты устроился работать. Как она называется? Мясная, просто пицца мясная. Ну давайте все-таки я немножко поковыряюсь. Ну видите, из-за того, что мы все-таки снимаем, сыр изначально тянулся, скажи мне. Да, немножко, но не так. Слушай, ты посмотри, что. Но здесь сыр как будто уже другой используется. И здесь томатного соуса побольше. Больше, да. Ну да, но это видно прям четко здесь. Вот такие мясные есть у того же Зотмана. Буду ссылаться на что-то, надо ссылаться. Я люблю эти домашние, вот эти, покупные эти полуфабрикатные пиццы, с которых очень плохо изжога всегда. Ну я садом изохист. Я обожаю чипсы вот эти, которые химозные, да, и потом тебе плохо. Соду пачкали. Ну да. Ну это какой-то типа, знаете, как фарш недоделанный. Доделанный в смысле, а знаешь, вот эти вот, когда от фрикаделек остается. Meatballs. О, Алексей, какой английский. Она действительно пахнет мясно. Мясно. Вообще, конечно, у меня двоякое чувство по поводу названий вот этих пицц. Да, Наташа говорит, это мясная называется, а это студенческая. Мне всегда казалось, что студентам должны какие-то плюшки и бонусы идти, да, при которой они наедятся. А здесь, по сути, минимум какой-то, да. Это у нас мясная. Ну ладно, окей. Это уже докапывание. Сыр здесь, он даже по цвету похоже, что он другой. Он не отдает маслом. Вот этого масляного вкуса нет. Мясо, ну, типа, знаешь, это мясо действительно. Давай будем честны. Она более сытная, она сытнее, скажем так. Оливка есть, мне нравятся оливки, когда используются. Здесь соуса побольше положили, в отличие от вот этой сухаря. Это вот эта лепешка, да, вот условно это называется лепешка. Ничего страшного в этом нет. Это вот максимально похожая, брат, ты помнишь, аппликация была в детской, ой, детской, в школе. Ну, вот эти пицки маленькие. Вот она приближена вот к чему-то такому, только там сосисочка была там с майонезом, да, условно, и с кетчупом. В целом, вот это съесть можно, но вот это я поставлю сюда, студенческая, к сожалению, подвела. Но это ты мне сейчас скажешь, уже стоит у них типа рублей 170-180. 193 рубля за 370. Наташа, ну вот это уже 193 рубля пошло. Понимаешь, тут до какой-нибудь хорошей уже более-менее пиццы по скидке будет уже 90 рублей разница. Согласна. Сколько она веса, мне просто интересно. 370. 370, а вот это сколько? 325. Но здесь отдам должное. Это прям очень-очень хорошо. Слушайте, маленькую ремарку, пока Наташка там бегает за третьей пиццей, очень много было тем, что типа Ермолина это бомжарня, туда никто не ходит, ничего не покупает. Поймите правильно, есть очень много магазинов хороших, даже хороших магазинов, где некачественные продукты. Я считаю, что в Ермолина есть очень много нехороших продуктов. Мы здесь для этого с вами и сидим, чтобы вычленить что-то хорошее, что может быть мне, ну не то, чтобы я тут какой-то профессионал, да, но подсказать, что, ребят, это лучше не берите, здесь вот такое ощущение. Лишние деньги не тратить. Это не, да, я понимаю, что все ссылаются, чувак, ты там живешь не в бедстве, чтобы, да, ну не в бедстве, но я покупаю там продукты. Я ничего страшного в этом не вижу. Почему вы считаете, что если человек, это не каждому, это буквально единицам, но я просто хочу донести мысль, если есть возможность сэкономить, почему бы это не сделать, если ты не экономишь при этом на качестве продукта, правильно? Конечно, конечно. Все, старый выговорился. Мне еще нравится, если есть вариант быстрого приготовления какого-то, да, ну вот иногда с работы приехал, но никакой. Вот вариант. Ну быстро раз, сделал и все. Ну а что, кинчик включил, сделал себе такую одну халапенью, единственное, я бы засыпал, по причине того, что остринки не хватает. Ничего не хватает, халапешки. Заговорили, представляете? Она мне сейчас, она скоро уже Каролином Рипером, как будто заболевание какое-то, ладно, ключи. Ладно, поехали. Это у нас... Как ты думаешь, что это? Слушайте, ну она зеленая, рискну предположить, что она типа с базиликом. Потому что она не свежая. Или нет? Или это что, с шпинатом? Это песто, Лешка. А, песто, ну ночь базиликовая, много основы, это у нас... Курица. Да, это похоже на курицу, мягкая. Давайте немножко склупнем с вами. Но курицы не пожалели, причем это как будто бы даже грудка. А вот соус, кстати. А, то есть смотри, они здесь убрали томатную основу. Да, соус, песто. Как любитель пиццы, ты знаешь, мы готовим с тобой пиццы и дома, и не дома, и все дела. Мне нравится все, чтобы томатная основа была, а вот это такими плюшками аккуратно. Или можно в томатный соус вмешать, понимаешь? Но вот эта томатная основа, мне кажется, кайфово, когда она есть. Она прям так и называется? Может быть, как-то презентуешь мне ее? Да, курица, соус, песто. Ермольна, немножко подрудиться с названиями. Можно же уйти немножко в итальянские названия. Например, ля пицца, ля базилика, ля паста. Кайфи, он вам название начешет. Да. Обращайтесь к Ермольну, а в итоге пишет от Отяшева. Ребят, без прикола, нам Отяшева написала в очередной раз по рекламе. Чем? Объясните, как это вот вообще возможно? Пестостостью чуть-чуть пахнет. Здесь они что сделали? Здесь томат немножко порезан здесь. Видно, да? Ну, тут от томата, правда, внутри куска. Аналогия. В Ленте или в Окее продаются такие лепешки. Только там очень пышное тесто. Там есть базиликовая составляющая, сырочек, и все. Там мяса, по-моему, нет. Она чисто сырная лепеха. Оно больше там напоминает какой-то крендель. Условно крендель. Здесь вкусная лепешка с сыром и с курицей. На пиццу не походит. Но это вкусно, ребята. Я бы не называл это пиццей, но это очень недурственно сделано. Во-первых, она сочная. Я чувствую, что это куриная грудка. Но она выполнена кайфово здесь. Ты ее жуешь, ты понимаешь, что ешь. Если вот здесь вот эти а-ля фрикаделистости, да, непонятные абсолютно. Как будто что-то где-то вот залежалось. Как бы не хотелось бы кого-то обвинять. Как фрикаделька по-английски? Фрикаделька? Митболлс. Это митболлс, это много фрикаделек. Если одна фрикаделька, это митболл, Наташа. Ребята, ставьте лайк за уроки английского. Подписывайтесь на курс. А вы говорите, сидит, что-то жрет. Вон, какая-то образовательная схема у нас также есть. Кстати, тарелка это плейт. Если я не ошибаюсь, господи, если я не ошибаюсь. Базиликовая составляющая. Молодцы. Это не какая-то дешманская... Знаете, можно купить сушеный базилик. Я рассказываю и тебе, и ребятам. Можно его залить немножко в кипятке, перевести и все это с химически, я бы сказал так. Здесь чувствуется, как будто он даже свежий, понимаешь? Он ароматный. И здесь почему-то мне показалось, что он сочнее за счет этого... Тебе не покажешь, что корж, вот низ коржа, он прям такой мягкий, вкусный? Сыр нормальный. И здесь, опять же, сыр хороший, абсолютно согласен. Все в меру. Вот такого я точно заеду куплю. Сколько это стоит? 209 за 380 грамм. Ну, самая жирная. Короче, да, она стоит бабла уже, но это того стоит. Это действительно вот такая в закромах. Я бы вечером реально такое съел. Под чаечек, под что-то интересное, может быть. Хотя, что интересное? Кофеечек. Ну, на ночь это не стоит. А я сейчас чайными церемониями начал заниматься, ребята. Ну, мы скоро как-нибудь вам об этом расскажем. Честно, годнота. Я бы поставил на первое место, вот это даже на второе. Хотя я всецело за мясные пиццы. И мы сделаем обзор на мою любимую доставку пиццерии, когда будем у меня. Вот я вам покажу, что такое действительно мясная пицца. Так, маленькая рекомендация, пока Наташка делает три следующие, два пирога и пиццы. Я посмотрел фильм «Кентавр» Юрий Борисов. Великолепно. Не буду спорилить ничего. Наташка не смотрела. Посмотрите. Максимально круто сделано. Борисов вообще мне нравится как актер. Очень здоровский. Наверное, уже, скорее всего, я смотрел... Я смотрел в кинотеатре. Я... Посмотрите, короче, скоро, наверное, появится на всяких разных там мероприятиях. Не будем говорить где, да? Но имейте в виду, и еще начал смотреть сериал, настоятельно, на пикабу, короче, увидел пост. И думаю, надо посмотреть. Слушайте, посмотрите. Пока две серии зашло отлично. Называется «Основано на реальных событиях». Это сериал. Ну, такой немножко стебный. Пока не понял, но, по-моему, ок. Напишите в комментариях, если смотрели. Огромное спасибо. И если вдруг у вас получится что-то новое посмотрели, напишите, пожалуйста, нам с Наташкой. Мы сейчас входим в режим осени. И, наконец-то, можешь что-то и посмотреть, и будет здорово. Я перееду в город, у меня хотя бы больше, чем полтора канала. Наташа, да, здесь живет уже, но не в подвале. Ждем третью партию. Заключительная пицца «Маргаретти». Маргарита, я так понимаю, да? Да, да, да. Посмотрим, что здесь за сыр. Ну, Маргарита – это классическая пицца. Сочетание томатного вкусного соуса сбалансированного и сырочка. Коего здесь, так, ладно. Ну, в общем, мысль вы поняли. Не знаю, насколько темно, ребята, видно, нет. Ну, так, среднее количество. Она вот больше похожа на, вот, тоже на студенческую, да? Как будто бы без всего. Так, а, по сути, это студенческая, наверное, сейчас будет. Ну, она пахнет так же. По вкусу сразу скажу, это то же самое, что студенческая, только она без колбасы. Кое-то там было тоже не супер много, но она там была. Такой же сыр никчемный, непонятный, маслянистый. Ребята, я серьезно, после этого хочется это все запить, потому что ты чувствуешь, что у тебя все обвалкивается этим маслом. Есть прикольная штука. Когда ты покупаешь пиццу, например, где-то в итальянском ресторане, в обычном там, да? Бывает, подают маслица острая, знаешь? У этого есть свой цимус. А здесь это просто ощущение немножко прогоркалого масла. Может быть, у нас что-то со сроками годностей. Со сроком годности. Наташа вроде как говорила, что все в порядке, она посмотрела. Но оно не прогоркалое. Честно, туфта. Вот что студенческое, что эту не возьму. Она не прогоркалая. Не знаю, мне не нравится. Ну, маргаринистая. Маргаринистая, да. Маргар... Ну, это же маргарита. Маргарита. Сколько вес у нее? 290 грамм. А студенческая сколько весила? 325. Ну, типа, сколько она? 100... 90... 100 рублей она стоит? Нет, 141. Ну, это-то бред. Вы согласны? Ну, вы согласны? Студенческое такое же количество сыра? Ну, это же вообще бред. Томатный соус есть. Они такие, ой, ну, здесь мы сделали томатный соус, как в маргарите. Идет там с базиликом, еще с чем-то. Ребят, ну, вы стебетесь? Ну, ценообразование должно быть в таком случае наоборот. Не от названия пиццы, а от содержимого. То есть, если студенческая, то она должна стоить столько. Ну, странно тебе, не кажется? Это вообще далеко не то, что вы можете... Типа, честно вам скажу, гораздо вкуснее купить нарезной батон, помазать его кетчупом, помазать, не самое, намазать, помазать, как там правильно, и сыром запечь, это будет то же самое, только вкуснее сыр нормальный. Это у нас осетинский пирог. Да. Не подскажете, Наталья, с какой начинкой у нас это? Мясной. Мясной. Вот так он выглядит. Сейчас я на свет покажу. Ну, если получится, я думаю, что и так понятно. Сейчас мы откроем кусочек, чтобы понимать количество. Это пахнет... Почему мне сейчас не нравятся некоторые пельмени от Ермолина? Они добавляют туда вот эту специю, реально они стали еще больше ее добавлять. Ну, понюхай у меня. Я не знаю, почему меня веселит. Это шутка, нормально. Ну, это типа опять пельмени в лепешке. Дешево пельмени в лепешке. Это, конечно, очень странный франкенштейн. Еще раз повторюсь, в Ермолина есть хорошие продукты, но это опять мимо. Все, что мы здесь получаем, это обычный фарш, куриный фарш, с абсолютно той же самой специей, которую они добавляют в голубцы. Ну, кстати, голубцы у них вкусные, да, Наташка? Мы же брали. Мне нравится. Ой, не голубцы, перцы. Знаешь, у них фаршированные перцы вкусные. Очень вкусные, мне нравится, правда. С точки зрения вот этого продукта, это сухо. Это не доведет. Там фаршик же надо доводить вот этим всем сочным. Некоторые масло туда вгружают сливочное. Понятно, что можно снаружи, там, например, ну, по идее, знаешь, как делают? Пироги эти смазывают сливочным маслом. И вот с точки зрения, мы сейчас с вами ели пиццу, согласись, да, которая с базиликом. Да. Она такая, ну, может, чуть-чуть суховатая, но там соус немножко спасает. А вот здесь-то что должно спасать? Ну, фарш же должен вгружаться чем-то жирненьким, чем-то вот таким вот. Маргарин. Маргарин есть? В тесто для пиццы идет маргарин. Ну, короче, да, вот отсюда, наверное, маргариновый вкус и плюс куча масла. А это мы получаем с вами на вкусе. Может быть, в спицах, которые с этими соусами, со всеми, там забивается что? Маргарин сочетается с дешевым вот этим сыром. И вот это вот получается, вот это жир вот этого. Ребята, ну что я вам хочу сказать? Это Колумба. Колумба или Шерлок Холмс, называйте, как хотите. Пирог. Вот сколько он стоит? Он стоит, сейчас скажешь, рублей 200. Да. 234 рубля. Маленький гайд, не будем устраивать надолго демагогику. Помнишь, у вас, вы как-то все время покупали три пирога за тысячу рубля, 900 рублей. Что это? Это типа два берега или что это было? А, Достоевский, по-моему. Достоевский. Я же я ел. Я же как-то попадал, когда под раздачу. Достоевский совсем другой. Да там ель, там ель. Есть что поесть. И сочно. Добавьте сюда лука. Вот Даня прав, вот лука. Лук, конечно, для сочности. И будет сочность. А это просто единая болванка чана, откуда идет в пельмени, в чебуреки. Еще мы сделаем обед из Ермолина, чтобы более глобально окунуть. Ну, потому что завтраки себя показали, на мой взгляд, неплохо. С сыром. Интересно. Ага. Ну, это такой творожный сыр. Да, по-моему, ребятоньки. Как правда написано? С сыром реально? Да, так. Ну, короче, я не знаю. У нас есть эксперты в комментариях? Напишите, пожалуйста. Сейчас я попробую вам показать. В каком... Вы этого не видели. В каком виде, в каком виде вот здесь... Ну, как вам кажется, это похоже на сыр или нет? Давайте, только давайте будем честны. На что это похоже? На мой взгляд, похоже просто на творог. Ну, творожный сыр, даже если он есть, он, по-моему, у нас более такой, знаете, эластичный, скажем так. Запах неплохой. Опять же, включаю старого деда. Мы с вами смотрим на название продукта. Мы понимаем, что это пирог с сыром. Правильно? Написано так. Что здесь за сыр? Если вы помните видеоролик о Ермолина, о завтраках, была там у нас такая тема, рикотта со шпинатом. Так какого? У нас здесь рикотта получается. Ну, то есть это по вкусу ровно то же самое. Ребята, хорошо, они не пишут, что это у нас какой-то определенный осетинский пирог. Давайте, будем честны. Но здесь, опять же, ничего нет. Это самый дешманский сыр. И знаете, даже не сыр. Есть очень вкусная штуковина, которую мы готовили. Когда кефир берется, вот посмотрите рецепт мы делали. Морозится, на следующий день растаивает, да, у тебя сыворотка уходит. И то, ты помнишь, как оно кремовое получается. Кремовое такое. Мы обязательно как-нибудь применим сейчас в скорых рецептах, чтобы еще раз доработал этот рецепт. А это что? Это просто творог или творог? Ну, какая разница, что? Пирог слоза. Ну, слоза, слезы. Это пирог, а не слоза. И опять же, ничего, он безумно сухой. Вот, ну, правда. Я не... Да, влажно, все понятно. Шутки про влажность здесь должны быть. Но дело не в этом. Пирог с сыром стоит 261 рубль. Ну, ребят, 261 рубль. Мы делали обзор как-то на пироги. Я сейчас здесь найду, я вам вставлю фоточку. Ребята делают эти пироги. Помнишь, мы такие с тобой? Офигенно. Да, немножко недоработано. Ну, там недоработано было по тесту. Может быть, опять же, я так говорил в видосе, что, может, мы неправильно приготовили. Но там было качество продуктов хорошее. А вот это просто как будто нас пытаются ввести в какое-то заблуждение. Вот и все. Вот такой видос у нас получился. Четыре все-таки у нас идут на нет. И две действительно на да. Которые достойные, хорошие, нормальные продукты. Как мне кажется, хотя бы по вкусу. Которые могут лежать в морозилке. И когда-никогда можно найти, разогреть на ужин, на обед. Ну, из-за меня такие больше вещи, наверное, приличают на ужин. Честно вам скажу. Обязательно напишите, что вы обо всем об этом думаете. Согласны, нет, с моим мнением. Давайте только без оскорблений. Я понимаю, что, возможно, для кого-то этот пирог любим из Ермолина. Но, опять же, если вспоминаю твою эту вот доставку. Я же помню с сыром. Ну, опять же, это 300 рублей он стоит, понимаешь? Ну, вот три пирога, да, вот там 300, 300, 300, да, 333. Но там вкусный сыр был. Ты помнишь? Там чесночок где-то был, по-моему, еще что-то. Там проработано, там и с зеленью можно было. А это ерундистика какая. Да, зелень может какой-то. Ну, бог с ней с зеленью. Но здесь просто, знаешь, тупо опять, опять вот это ощущение какого-то контейнера, в котором вот этот вот творожное нечто лежит. Они такие, так, это идет в рикотту, это в блины у нас идет, это в пиццу. И вот это вот ощущение меня не покидает, вот это вот, извините. Хотя при всем при этом у Ермолина есть хорошие продукты. Но вот здесь вот прям 100% мимо. Не, ну, правильно ты говоришь там. Сюда шпината бахнем, это в вареники пошло. Да, да. Ну, ты понимаешь, о чем я же говорю, слава богу. Вот такой видос, почитаю с удовольствием ваши комментарии. Если что, пробивайте пальцы вверх, либо дизлайки. По лайкам будем просто понимать. Если это актуальная тема, проверим обед из Ермолина. Возьмем много, 12-13 позиций и прям проверим, что там делают. Ребята, спасибо огромное вам за поддержку. До вкусных встреч, пока. Подписка на канал и на все наши другие соцсети будет, как всегда, в описании. Наталья, до свидания.